На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. И снова доброе утро. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас займемся настольными играми. Настольными играми. Чем же еще заниматься во время самоизоляции и карантина? Не только же литерболом. Или в нашем случае на работе действительно. Чем еще заниматься? Да, настольными играми. Мы пришли в эфир так чисто поиграть. Да, ну вот, по крайней мере, эксперт сейчас у нас уже на прямой связи. И посредством Зума Саша, представь нашего гостя. Да, с нами Артур Перепелкин, менеджер по мероприятиям Brain Games. Это магазин, я так понимаю, разработчики настольных игр. Доброе утро, Артур. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, верны ли наши наблюдения и выводы, что в период пандемии именно настольные игры получили свое перерождение, и даже развитие их получается, ну, их появляется все больше и больше, и достаточное количество даже в Латвии разрабатывается? Я бы сказал, что да, но частично. Я бы затруднился сказать, что именно сейчас настольные игры, эта индустрия получает свое перерождение, либо дополнительное развитие, однозначно. Так, поправьте, в чем я не прав. Не совсем, просто, скажем так, как индустрия, она получила свое самое большое развитие еще в начале 2000-х годов, потому что это был момент, когда игры с европейского рынка больше начинали попадать на американский рынок, и наоборот, тогда взамен идеями в мире стал намного большим, и поэтому тогда вот индустрия начала наиболее сильно развиваться, и все современные игры, которые мы имеем сейчас, которые мы можем назвать классиками, они краски появились в тот период. А то, что происходит сейчас, однозначно индустрия развивается, настольные игры становятся все более популярны среди людей, благодаря в этом случае карантину, потому что хочется отойти тоже, подальше от мониторов уже, каждый день за ними сидя, и провести немного больше времени со своими близкими и родными. И вот в этом случае, то, что сейчас происходит, сейчас люди все больше начинают, краски, открывать для себя вот широкий и богатый мир настольных игр. И подробнее, так вы хорошо начали и вдруг прекратили. В чем выражается этот широкий и глубокий мир настольных игр? Ну вот, в принципе, то, что классически больше количества людей знают, и представляют, что есть настольные игры. В нашем случае, в случае Латвии, это было бы обычно, что есть монополия. Цирк и монополия, скажем. И ричурачу еще. Домино и карты. Тоже ведь на столе играют? Конечно. По крайней мере, в самом начале, пока не выпили, да. И вот в случае монополии, и настольная игра, которая скоро будет справлять свой век уже существования. Но спрашивается, это разве современная настольная игра, которая почти что-то сто лет уже. И вот то, что мы сегодня подразумеваем под современными настольными играми, это современные авторские настольные игры. А именно, значит, есть конкретный человек, у которого родилась идея, он связался с издателем, и схоже, как с книгами, которые пишут авторы, они связываются с издательством, и они печатают книги. То же самое сейчас происходит с настольными играми. И вот то, что мы видим, это явные два разделения, такие две классификации, это вот европейского типа настольных игр и американского. И чем они отличаются? Вот вся разница в том, что у американского типа настольных игр присутствует больше удачи, может быть, истории, и немного агрессии друг к другу. Это вот что-то такое, что можно было бы сказать в случае монополии. То есть мы, бросая кости, определяем, как далеко мы пойдем, что есть в случае, и можем немного навредить тоже своим близким путем заставления им платить себе арендную плату, если они попали на определенные места на нашем поле. А европейские настольные игры не отличались именно тем, что в них очень мало начали использовать момент удачи и фокусироваться больше именно на стратегии и на тактике. То есть у всех плюс-минус равные шансы, очень мало агрессии либо взаимодействия между игроками. И она именно проверяла, кто лучше сможет распланировать план, построить свой план и довести его до конца. И это было что-то абсолютно новое для американского рынка, а для нас в Европе было что-то достаточно новое, инновативное со стороны американского рынка. И вот этот взаимозамен и обмен идеями был очень-очень полезен. Я так предполагаю, что если есть авторы, то есть и звезды, какие-то бестселлеры современные. Точно так же, как и в книгах, с которыми вы провели параллель. Ой, это однозначно. И в случае, скажем, то же самое Германии, в которой вся индустрия и культура настольных игр настолько развита, что у них принято, что это абсолютно нормально, у каждой семьи есть своя коллекция. Ну, скажем, коллекция там от 50 до 100 разных настольных игр. И вот в Германии есть так называемая своя суперзвезда, даже доктор наук Райнер Книтти, который ежегодно издает более несколько десятков новых игр. Но он такой самый, пожалуй, активный на сегодняшний день. Вот издатель или автор настольных игр, у которого сейчас начисляется, и если я боюсь ошибиться и кого-то обидеть, но однозначно более 300 разных настольных игр уже издал человек, будучи еще профессором в университете и доктором наук. То есть он очень-очень активный в этом плане. А уместно ли сказать, ну, в случае, скажем, компьютерных игр, и мне интересен еще вот этот нюанс. Вы в самом начале нашей беседы, я напоминаю, мы беседуем с Артуром Перепелкиным, менеджером по мероприятиям Brain Games, а в самом начале беседы вы упомянули, что многие устали от мониторов, от компьютеров, но компьютерная графика, она же гораздо богаче, и возможности совершенно другие, чем у куска, ну, грубо говоря, куска картона. В чем тогда выражается, чем объясняется, помимо усталости глаз от монитора, вот этот всплеск интереса к настольным играм? Я однозначно могу выделить один аспект, который я сам считаю самым главным и основной пользой, которая приносит нам игры в настольные, именно игры, а не в компьютерные. Это возможность социализироваться. То есть играя в настольные игры, мы должны все находиться в одном помещении, за одним столом, и мы должны быть рядом с друг другом. И настольная игра превращается даже в такой, как причину собраться люди вместе, провести больше времени друг с другом и пообщаться друг с другом. То есть это что-то, на самом деле, в моем понимании достаточно логичное. То есть если, скажем, мы говорим, что в индустрии компьютерных игр, технологий очень все быстро развивается, и особенно даже сегодня, в случаях пандемии, когда мы все работаем дистанционно, путем видеосвязи и видеоконференций, люди просто начинают отдаляться друг от друга, очень жизнь ускоряется, им хочется немного вернуться, может быть, обратно, либо хочется немного остановиться. И в этом случае очень хорошо помогает расслабиться именно возможность пообщаться с другим человеком, находясь непосредственно с ним рядом. И настольная игра – это просто дополнительные, может быть, украшения этого всего процесса, либо дополнительная причина – собраться нам вместе, пообщаться и заняться общим делом. Здесь, сейчас и вот конкретно вместе, а не отдаленно и, возможно, параллельно еще слушая, делая что-либо. Ну вот недавно… Прости, у меня еще вопрос. Давно родился, хочется задать и узнать. Игры, именно компьютерные, они с недавних пор считаются медиа. То есть, помимо классических средств массовой информации, плюс потом присоединился, конечно же, интернет, сейчас еще и все эти виртуальные игры стали медиа, в том числе и продажа рекламы, и продакт-плейсмент и так далее. Станет ли подобным рынком настольная игра? Вот как класс, я имею в виду, не какая-то отдельная конкретно, а весь спектр? Вопрос на самом деле интересный, но пока что в тенденции следующих пяти лет я прогнозирую, что такого не произойдет. Во-первых, много достаточно должно еще чего поменяться для настольных игр, и, скажем, как индустрия, она все-таки маленькая. Мы не можем ее сравнивать с индустрией компьютерных игр. Хоть настольные игры растут, но это все равно еще большая вещь для ниши. Мировой объем оборота, сколько можно оценить ежегодно настольных игр? Если, тоже последняя цифра, если сейчас не помню, по-моему, прошлый год оценивал сотни миллиардов, нет? Вот, честно, я лучше... Ну, ясно, хорошо, много, денег много. Денег много, и она растет. Вот это самое главное. И то, что сейчас на настольных играх происходит, это все больше начинает совмещаться именно дигитальная составляющая, а именно появляются такие игры, которые используют специально разработанные аппликации для дополнения опыта, который происходит. И, скажем, провести параллель с монополией, чтобы всем слушателям было тоже легче представить. Если мы играем монополию, ничего не меняется, но у нас добавляется вот мобильный телефон, который стоит перед нами с экраном, с аппликацией, которая периодически говорит, о, произошел какой-то случай, инфляция. И вот это случайное событие, которое каждый раз может быть другое, оно будет изменять... Кардинально меняет ход игры, конечно. Да, оно добавляет какую-то историю, какие-то вот события. И это, в принципе, что-то, что именно вот дигитальный компонент может только добавить в настольные игры. И сейчас вот достаточно много, скорее всего, таких, которые начинают все больше фокусироваться на истории и рассказе. Но вот они из-за этого используют аппликацию. Здесь, конечно, стоит следующая проблема, что, будучи чем-либо дигитальными, все-таки это продукт для потребителей, как долго кто будет это поддерживать? И если аппликация больше не будет доступна, может, будет ли возможность у людей смочь сыграть? Но об этом еще рано задумываться. То есть, минимум, у нас еще даже 10 лет не прошло с момента, когда вышла первая настольная игра с для нее специально разработанной аппликацией, поэтому это еще слишком маленькое время, чтобы об этом судить. Да, вот если составлять, учитывая уже ваш опыт, какой-то топ, вот, не знаю, можете ли вы сказать, что, может быть, вы сами были удивлены, что вот, не знаю, на первые лидирующие места вырвались те или иные игры, может быть, вы сами не ожидали, или, может, наоборот, вы думали, что именно так и произойдет, пока там вот такие вот нюансы с пандемией у нас? Вот здесь надо конкретизировать. На первое место топ у нас, то есть, со страны Латвии и Балтии, или на первое место вот по миру. Ну, давайте, может быть, действительно, со страны Балтии, потом мир, и потом попытаемся понять, а почему есть такая разница, я так понял, по вашему вопросу, что все-таки отличается, да, вот рейтинг популярности. Это точно. Ну, в нашем случае, в случае Латвии, скажем, на первые места однозначно, я бы выделил, чтобы вырвались такие игры, как Ticket to Ride, или игра про паровозы, игра пандемия. Ну, этому, конечно, посадействовало. Логично. Это глобальное событие. И я бы еще выделил игру только один, которая относительная новинка для нашего рынка, но там причина очень простая. Это социальная игра, то есть, для более больших компаний, где необходимо общение друг с другом, которые очень легко можно играть и на дистанции, путем вот видеосвязи. Поэтому я вот за именно период последнего полутора лет выделил бы эти три. И сейчас общие тенденции по миру, вот как раз-таки из-за пандемии, и не только из-за пандемии, на самом деле, вот последние года 2-3, мир все больше начал опять выделять внимание на так называемые классики современные, которые начали появляться в начале 2000-х лет. То есть, это вот очень у нас тоже, Влад, популярная игра «Поселенцы» или «Катан», которая в 1995 году вышла. Игра «Каркасон» про строительство французского города, которое в этом году исправляет свой юбилей 20 лет и исполняется, и будет даже доступно особое издание данной игры в ближайшее время. И игры как «Диксит», «Семь чудес», может быть, даже «Король Токио». То есть, то, что их объединяет, это достаточно простые правила для понимания. Это достаточно большое количество игроков, которые могут в них участвовать. Скажем, вот обычно это от двух до четырех. Это классика. Скажем, если настольных игр можно до пяти-шести, это уже больше нормы, это больше стандарта. И мы это называем достаточно много. Это не много, но это достаточно много для современного понимания и индустрии. Но если говорить вообще глобально по всему миру, то там топ на самом деле особо не поменялся. Но здесь самый главный фактор для Тортаков, что у нас в Латвии сколько жителей? Может, два миллиона. Это вы оптимистично заметили, да. Ну, округленно. Да, но вот что касается еще игр, можно ли сказать, что мы знаем такую замечательную фразу, это так и есть, что все гениальное просто. Что касается игр, действительно ли популярность, ну, скажем так, прямо пропорционально, ну, как бы простоте, когда вот правило достаточно легко запоминается, можно быстро обучить, ведь игры в карты тоже на самом деле требуют определенного понимания. Есть разные игры, очень простые, там, не знаю, в Дурака, наверное, есть намного сложнее. Однозначно. И, по крайней мере, по миру в общей сложности можно сказать, что это правда. И это как раз-таки сейчас тренд. Чем проще, тем лучше. Это не значит, что игры будут совсем простые, скажем, как цирк, брось кости, подвинься на столько шагов вперед, кто первый дошел до конца, тот выиграл. Нет, у вас все равно будут выборы, которые надо совершать. У вас может быть 4-5 разных выборов, и вам надо все равно придумать, как лучше их использовать, и какие возможности у вас есть. Но вот основа правил, что делать и как дойти до победы до конца, будут очень простые. Это может выражаться, сделай одно действие и будь рад. Твоя цель – получить 20 победных очков. Как получить? Ух, а тут у тебя уже 6 разных вариантов, 6 разных действий. А что ты сделаешь? Это поможет тебе так, так, так или так. И вот сейчас, можно сказать, вот эта гениальность, она кроется в элегантности правил, что они очень просты для пониманий, но выбор, который человеку нужно делать, и пути достижения конечной цели, они уже начинают становиться более сложными и разнообразными. И тут уже зависит все от нас самих. О, не только от удачи, знаете, как-то пошла, как-то легла. Ну, здесь, наверное, не совсем то. Прикуп жил бы в Сочи, да? Ну, можно и так. Артур, скажите, а какие-то игры в Латвии же наверняка тоже разрабатываются? Да, однозначно. У нас также есть у нас предприятия Brain Games издательством, которое как раз-таки занимается издательством настольных игр. То есть мы непосредственно работаем с зарубежными авторами и также с местными авторами. То есть на примере, можно сказать, наше местное детище, которое мы сами создали, игра для всей семьи iSchool, которая также удостоилась получить приз, наиболее такую самую титулованную награду в индустрии, это игра года в Германии. Тоже боюсь ошибиться, уже цифрами путаю сегодня, в 16-м или 17-м году, что было значительно ее и открыло путь более широкий на весь мир. То есть сейчас в нее играют и наслаждаются, в принципе, люди всего мира. Приятно. Идея очень простая. По большому счету, вы играете в салки. Но вы играете в салки такими пластмассовыми пингвинчиками, не валяшками. И, в принципе, игры как в Чапаево, мы их щелчком передвигаем, не валяшки, они не упадут. Но у нас поле строится из коробок, и оно такое достаточно большое, объемное поле, где пингвины в своей школе пытаются одни поймать себе рыбу, другие играют в салки, дежурные ловят учеников, которые бастуют уроки. Простая идея, красивая презентация, очень... И мировая известность в итоге. Да. И могут играть как дети, так и взрослые. В моем представлении, почему она получила такой успех по миру, в играх очень часто как бывает. Да не только в играх, в принципе, во всем. Если у нас родители вместе с детьми что-то делают, и родителям надо поддаваться, кто-то не получает полный опыт или полный спектр эмоций. Если дети могут выиграть или сделать что-то лучше родителей, когда и одни, и другие стараются на максимум, тогда мы получаем полный спектр эмоций не только для родителей, но и для детей. И вот iSchool помогает сделать именно это. А это самое главное в настольных играх. Артур, прошу прощения, нам пора прерваться, время поджимает. Огромное спасибо, что рассказали. С нами был Артур Перепелкин, менеджер по мероприятиям Brain Games. Мы говорили о развитии настольных игр и о тех играх, которые в том числе разрабатываются в Латвии. Оказывается, игра в iSchool, игра года в 2016 году стала даже в Германии. Дико приятно, и за время нашей беседы я уточнил цифру. Прогноз в 2021 году мировой объем настольных игр составит, ну, рынок, 7 миллиардов евро. С этой информацией мы уходим на паузу, после которой вернемся с представителей комиссии Сейма по народному хозяйству, поговорим о том, как регулируется деятельность хостелов. Утро на Болткове Утро на Болткове Валерий Курасии Сейма по народному хозяйству Редактор субтитров